Район Номер 9 – необычайно умный научно-фантастический хит и в нём происходит очень многое, особенно в финальном акте. И если к началу титров вы не до конца поняли, что на самом деле произошло, или размышляете над тем, что могло бы произойти дальше, мы постараемся ответить. Когда заканчивается большинство фильмов, зрители получают мощные и мягкие кадры с героями, которые целуются, обнимают своих родных или празднуют великую победу над антагонистами. Но у Района Номер 9 нет героической концовки. По сути, сюжет вращается вокруг Викуса Ван де Мерве, медленно поддающегося ужасной болезни, но если вы не обращали пристального внимания на Финал, то могли задаться вопросами – жив ли Викус? Или он где-то лежит в канаве? Или, может, нигерийская мафия съела его тело, чтобы получить его способности? Не волнуйтесь, в конце фильма Викус до сих пор жив, вот только полностью превратился в пришельца. Мы знаем это, потому что жена Викуса находит оставленный на её пороге металлический цветок, сделанный из мусора, который, как она полагает, сделал именно он. На следующем кадре мы видим инопланетянина, который делает ещё один такой же цветок. Поэтому либо у жены Викуса появился тайный поклонник, либо сам Викус оставляет свои маленькие сюрпризы, чтобы сообщить ей, что с ним всё в порядке. Совершенно очевидно, что к концу района номер 9 Викус полностью превращается в пришельца, и вы неумолимо задаёте себе вопрос – осталось ли в нём хотя бы что-то человеческое? На протяжении всего фильма Викус медленно теряет контроль над собой и начинает вести себя, как пришелец. Тем не менее, цветок, который Викус оставляет своей жене, является важным знаком, который говорит о его человечности. Ранее в фильме жена Викуса объясняет, что ему нравится делать ей забавные подарки ручной работы, а Викус хочет так или иначе сообщить жене, что он жив. Он остался тем же в душе, несмотря на то, что внешне изменился. И даже немного похудел. Если вы внимательно посмотрите на трансформированного Викуса, станет понятно, что один его глаз всё ещё человеческий – синий, а другой – зелёный, как у моллюсков. Это говорит о том, что сохранилась хотя бы какая-то человеческая часть Викуса. Воспоминания, скорее всего, тоже сохранились. Он, конечно, теперь скорее моллюск, чем человек, но это не значит, что он потерял всю свою человечность. В конце района номер 9 моллюск по имени Кристофер, который сражается вместе с Викусом на протяжении всего фильма, покидает планету. Благодаря жертвенности и помощи Викуса, Кристофер заканчивает работу над повреждённым командным модулем и улетает вместе с сыном на только что активированный корабль. Конечно, остаётся один вопрос – сколько времени пройдёт, прежде чем Кристофер сможет вернуться на Землю? Он ведь обещал вылечить Викуса от болезни. Как долго ему придётся ждать? Ранее в фильме Кристофер убеждает Викуса помочь ему, заверив его, что он может обратить вспять развивающуюся трансформацию Викуса. Но, узнав об экспериментах правительства над своим народом, Кристофер говорит Викусу, что ему нужно предупредить своих людей о том, что происходит, прежде чем он сможет посвятить своё время и потратить инопланетное топливо на его исцеление. По оценкам Кристофера, ему понадобится три года, чтобы долететь до своей планеты и вернуться обратно на Землю. Итак, Кристофер, может быть, вернётся, но Викус будет вынужден ждать как минимум три года в образе моллюска. И, кстати, об этих экспериментах над моллюсками. Следует бояться за то, какое решение примет высшее командование инопланетян после истории Кристофера. Даже до жестоких пыток и экспериментов с моллюсками обращались как с людьми второго сорта. Они подвергались насилию и манипуляциям со стороны граждан Земли в течение почти трёх десятилетий. Мы немного знаем об инопланетной культуре, но у них есть впечатляющие технологии, в том числе мощное оружие и экзоскелеты. Так что у них наверняка есть целая армия, и кто знает, какое безумное оружие они не стали брать на свой корабль при отлёте. Викус, возможно, немного смягчил мнение Кристофера о людях, но он всё ещё явно расстроен тем, что случилось с его народом. В любом случае невозможно рассказать эту историю, не вызвав у слушателя чувство ненависти к людям за жестокое обращение с моллюсками, так что если пришельцы вернутся на Землю с мыслями о возмездии, положение людей окажется плачевным. Один из самых крупных вопросов без ответа – почему инопланетное топливо фактически превращает людей в моллюсков? Ясно, что трансформация Викуса начинается в тот момент, когда жидкость попадает ему на лицо, но никто не может понять, почему это происходит. Хотя Кристофер не очень-то удивлён тем, что Викус трансформируется. Он знает, что жидкость делает с ним, и уверен, что медицинские аппараты на корабле смогут излечить Викуса. – Как ты говоришь, что ты можешь... Ты можешь... Ты можешь сделать это... 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 Интересно, что инопланетное топливо может и заразить людей, и исцелить их, потому что Кристофер говорит, что ему нужно всё доступное топливо, чтобы лететь быстрее, поэтому исцеление Викуса придётся отложить. Топливо влияет на любые последствия для будущего вселенной района номер 9. Например, могут ли другие люди случайно стать моллюсками? Есть ли ещё инопланетная технология, содержащая эту жидкость среди мусора? Возможно ли, что моллюски смогут использовать жидкость таким образом, чтобы преобразовать всё человечество? Из-за топлива на Земле может произойти очень многое, и ни один из возможных исходов развития событий не сулит ничего хорошего человечеству. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!